Итак, дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим о языке программирования Kotlin, о его возможностях. Вы знаете, я тут много пооткрывал, но просто многие не видят возможностей. Хотелось, чтобы немножко взглянули. Итак, потом я покажу первую страницу, я запустил. Грубо говоря, вполне реально делать сайты, сервисы, все что угодно в Kotlin. Но вначале я бы хотел вам показать некоторые интересные вещи. Смотрите, Pinterest, сервис, все знают. Это же огромнейший сервис. Ребят, но смотрите, очень примечательную вещь. Этот сервис начал использовать Kotlin еще до того, как Google объявил о первоклассной поддержке Kotlin. Ребята, насколько люди были уверены. Дальше вы увидите Evernote. Это же огромнейший, многомиллионный сервис. Они используют Kotlin. То есть, грубо говоря, вы поняли, да? Дело очень серьезное. На самом деле, на самом деле, люди зачастую забывают. А ведь разработчики IntelliJ, да, они очень четко сказали, когда на вопрос, а сколько живет язык? Когда язык привязан к платформе, он живет столько, сколько живет платформа. Kotlin официально привязан к платформе Android Studio. То есть, сколько будет операционной системы Android на телефонах существовать, столько будет существовать Kotlin. Но я думаю, что дольше. Ведь многие не задумываются. Да, правильно, я начал школу, потому что именно Kotlin, да, с Android приложениями. Почему? Потому что, в принципе, Kotlin очень круто заточен под Android. И здесь совершенно не надо далеко ходить. Одна строка на Kotlin, 40 строк на Java. Ну, грубо говоря, ну, что тут сказать? Без комментариев, согласитесь. Но при этом можно использовать и Java, и что хотите. А задумывались ли вы о возможностях Kotlin вообще? Они сняли все ограничения Java, все практически. О чем можно было мечтать программисту? Ну, давайте, пусть мелочь, да, пусть мелочь. Но я все-таки покажу. Это библиотека Ktor. Вы знаете, ну, так как я хорошо знаю Django и, в принципе, с серверным программированием довольно хорошо знаком, то разобрался я очень быстро. Но давайте запустим. Это мы запустим первую страницу. Просто, вы знаете, ну, круто на языке со статической типизацией запускать веб-сайт. Но я расскажу подробность чуть позже. Вот первая страница. Потом я добавил 25, ну, то есть, страницу, да. Сделал вторую страницу. Я сейчас не буду показывать там какое-то приложение большое. Я просто говорю, что, ребята, веб-сайты на Kotlin реально? Или, или, где там мое приложение? Я говорю, понаоткрывал. Давайте, вот я добавлял, да. Ну, давайте при вас добавлю. В принципе, структура не сложная. В данном случае. Давайте присмотримся, да. Ну, для любого программиста, get, то есть, запрос get, пост запросы сразу понятно, да. Путь. Дальше здесь просто ответ, текст. И пусть это будет вторая страница, да. Вторая страница. И здесь поставим путь, пусть будет 25, проверим, как оно работает. И понятно, что надо скомпилировать, потому что я удалял. Компилируем. Запускаем. Добавляем в URL 25. Получаем вторая страница. Далее, посмотрим. HTML, DCL тоже было, как пример, уже заложено. То есть, грубо говоря, здесь, что примечательно. Обратите внимание. Если честно сказать, я когда увидел, и я сразу обомлел. Сейчас поясню. Сначала давайте откроем эту страницу. Ну, не буду закрывать сейчас пока все, потому что давайте откроем нашу страницу. Здесь мы указали разметку, а это мы сразу итерацию, да, указали. Смотрите, 10. А теперь открываем и офигеваем. То есть, смотрите, итерация, цикл for, сразу указан, да. Грубо говоря, берем и пишем чистый код. Указываем итерацию от 1 до 10. То есть, когда две точки, мы изучаем с вами язык. Это по нарастающей. Я говорил еще в начале, когда мы начинали изучать Kotlin, что шаблоны полностью HTML встроены в язык. То есть, все понимает. И JavaScript, и HTML. Сам по себе Kotlin. Вот это вот классная вещь. Далее, тут стили есть. Грубо говоря, пока на этом хватит, просто показал. Страницу запустили. Но, давайте я сейчас немножко вас еще просвечу. На самом деле, если в документации открыть, то, в принципе, все очень четко, да, расписано. То есть, вложено вполне конкретно, да, Kotlin для разработки на стороне сервера. Уже есть очень крутые фреймворки. Мне вот эта вот вещь понравилась. Сейчас я использовал KTOR. То есть, KTOR это написано Jet Brines. Такой вот он, ну, вот то, что мы сейчас смотрели, да. По сути дела, очень много примеров там. В общем, грубо говоря, не надо смотреть. Если вы уже начинали... Сейчас я отвлекусь, скажу. Если вы начинали работать с Kotlin, сайт будет в описании видео. И быстрый старт Kotlin или Android Studio. Здесь все у нас одинаково. Вроде бы у нас куча разных папок, но все мы делаем в папке SRC, да. Да, грубо говоря, остальные это настройки Gradle и так далее, и так далее. А по сути дела мы делаем там в одной папке развиваю нашу структуру. Так вот, не зря я хотел вам показать. Давайте переосмыслим. То есть, допустим, фреймворки большие Spring, Vert, X платформа, включая полную документацию, Kotlin HTML. А дальше, ребята, теперь вдумываемся. Смотрите, вот я для вас сейчас рассказываю, чтобы вы немножко так прониклись. Открою вот эту... А вы понимаете, что это? Вот я показываю сейчас. То есть, если мы возьмем Android приложение, да, потому что в первую очередь, конечно же, на сегодняшний день, на сегодняшний день... Да что это такое? Android приложение. Android приложение. На сегодняшний день, в принципе, Kotlin ассоциирует с Android Studio. Это клево. Я согласен. А теперь я вам открою. Так, раскройте глаза. Вы можете сделать сайт типа Инстаграм. Типа Инстаграм. И связать его с Android приложением. При этом и это, и это на Kotlin, и поэтому очень легко. Давайте попробуем, как связать. Да все уже написано. Все есть. То есть, пожалуйста, вот, пожалуйста, API, фреймворк, веб-сервис, пожалуйста, делайте API. Связывайте ваше веб-приложение через JSON с вашим сайтом. Мало этого, ребята, мало этого, пожалуйста, подключайте VertX, да? По сути дела, это сервис, но вы используете только то, что вам надо. Смотрите, здесь написано. Написание ТСП клиентов и серверов. Ребята, вы знаете, я лично офигеваю. Серверов! Написание HTTP клиентов, серверов, включая поддержку, ватсокет. Общие данные, локальные карты, периодические отложенные действия, развертывание сетей, сокеты, DNS клиенты, доступ к файловой системе, высокая доступность, все что угодно. Хорошо, нам этого мало. Мы же современные. Мало? Пошли дальше. Сейчас я вам покажу, а то они думают, что все так просто. Сейчас, сейчас, я понаоткрывал. Ладно, остановлюсь, отойду. Нам мало. А вот, пожалуйста, веб-3, то есть работаем с эфиром с блокчейн. Пожалуйста, котлин, андроид. Пожалуйста, совмещаем котлин и андроид и работаем блокчейн. Я тоже отдельно начал школу блокчейн, но, чтобы было проще, сделал по-другому. Смотрите. Сейчас, секунду. Где оно там? А, это не тут. Сейчас. Я пошел к веб-3 блокчейн через Пайтон, потому что так проще всего. То есть изучаем потихонечку блокчейн, но, я сказал, изучил библиотеку веб-3 Пай, вот мы будем с Пайтоном. Веб-3 GC, используй, пожалуйста, с приложениями андроид в андроид студия и с сайтом. Что, пожалуйста, делайте? Так что, получается, то, грубо говоря, на котлин можно писать все, что угодно. На самом деле, фреймворков много. Здесь, где я показывал, отражены. Обменивайтесь API с кем угодно, с Пайтом, приложениями, с Java, с кем угодно. По сути дела, ребята, все это хорошо, но все начинается с простого изучения котлин. Язык-то вначале надо знать. Возможности огромнейшие. И не воспользоваться этими возможностями сейчас, сейчас, да, это, в принципе, дело по желанию. Я хотел бы сказать следующее, чтобы вы задумались. Сейчас я отвлекался, но, тем не менее, у меня было открыто интервью с одним из авторов книги Android High Performance Programming. Ребят, смотрите, интересная вещь. Вопрос. Как далеко мы сейчас находимся от того момента, когда программирование под мобильные устройства станет таким же простым, как HTML? Что вы думаете о приложениях, которые полностью стоят из интента в использовании облачной серии? Ну, и так далее, и так далее. По мере, вот отвечает Энрике Маньяс, по мере появления новых возможностей и требований, а также увеличения мощностей аппаратных средств в процессе разработки становится все более сложным. Хотя и было сказано, компании, производящие софт, делают свое дело довольно хорошо. Котлин сегодня продвигается и в машине машинное обучение. Такие библиотеки, известные, CensorsFlow, то есть она из Python, из Kotlin, из Java работает в библиотеке машинного обучения. По сути дела, по сути дела, я что хотел сказать? Что вот эта простота, да, вот эта простота, она уже пришла. Она пришла, потому что вот по мере изучения Kotlin, сейчас я открою. По мере изучения Kotlin, вот мы изучаем языки. Просто поначалу кажется довольно сложно, но когда начинаешь присматриваться и уже считываешь язык, он настолько продуманный, настолько простой, настолько компактный, что заворачивается просто от возможностей... Вы знаете, ну, я даже не нахожу слов. Возможности огромные. Давайте мы подумаем сейчас, да? Ну, давайте я в IntelliJ. В IntelliJ. Давайте попробуем продумать, да? Просто перечислить то, что я показал. Я просто обзорно делаю, чтобы вы сами поискали и походили, а потом расскажу о своем стиле обучения. Давайте подумаем. Android приложение. Android. Android приложение. Официальный язык Android. Платформа Android. Открываем Android Studio. Все уже знают, мы тоже с ней работаем. Бесплатная программа. Сейчас, секундочку. Пожалуйста, новый проект Kotlin Support. Вот тут я переделывал. Мы делали приложение совершенно несложно. Главное понять принцип. Вот есть в школе Сергей Асачи многие... Молодчина, все успевает. Сейчас про него расскажу. Пожалуйста, хлопот, да? Пока. Ну, просто показываю, кто первый раз увидел, что все это совершенно реально, да? То есть это не завтрашний день. Это сегодняшний день. Android приложение, пожалуйста. Хотите веб-сайты? Веб-сайты. Давайте я на русском все буду писать, чтобы не клавиатура. Веб-сайты. Пожалуйста. Хотите сервисы? Пожалуйста, через API, через API соединяйте Android приложение и веб-сайты, используя JSON и протокол передачи JSON и через REST. Да? Пожалуйста. Хотите асинхронные приложения? Асинхронные, пожалуйста. Хотите блокчейн? Пожалуйста. Ребята. Хотите использовать и Java? Библиотеки и фреймворки любые Java? Пожалуйста. Хотите часть... Часть... Часть Java, а часть Kotlin? Пожалуйста. Хотите стыковать Java и Kotlin или использовать через API Python приложение? Пожалуйста. То есть, все уже есть. Посмотрите вы на Kotlin немножко другими глазами. Посмотрите. Все доступно. Но только... А теперь подумайте. Подумайте. То есть, все это в пределах одного языка. Грубо говоря, еще проще. Написали веб, пожалуйста, на Kotlin. Добавили Android приложение. Захотели соединить через API. Написали через REST. Пожалуйста. Захотели усложнить. Добавили блокчейн. Вам надо, чтобы ваши приложения имели функционал. Это был чат или что-то. Дописывайте. Уже есть готовые, проработанные с безопасностью фреймворки. Фреймворки. Мы их с вами только что видели. А, ну вот, я еще забыл. Вот еще одна крутая очень вещь. Корда. Она очень хорошо работает с блокчейн, кстати. Сейчас, секунду. О, да-да. При этом, если почитать комментарии, если почитать комментарии, то, в принципе, платформ блокчейн очень много. Но большинство людей именно хвалят корду. Корда. То есть, грубо говоря, это связующее звено. Корда поможет работать. Сейчас. Грубо говоря, ну, смотрите, не буду еще все стирать. Мы написали веб-сайт. Да? Через платформу Кодра, Корда, создаем API. И вот это у нас эфир, да, Этериум. Эфириум, да, эфир. Эфир, да, эфириум. Вот через платформу Корда, Корда, через платформу Корда, создаем связь нашего сайта с эфиром. И, грубо говоря, у нас все работает. При этом это будет работать и на мобиле, и где хотите. Я, мне удалось, пусть идет, ой, мне, наверное, все вышло из-под контроля. Я немножко сдвинул. Ну, ладно, на слух воспринимайте. То есть, грубо говоря, грубо говоря, мы можем написать в одном пакете кучу приложений. При этом наше приложение будет работать веб, через API, работать с мобильным приложением. Захотели мы, захотели мы работать с блокчейн, пожалуйста, захотели с Рест, пожалуйста, подключили там, допустим, Корда платформу. Вот эта среда сама по себе, сама по себе, она настолько интеллиж-крутая среда. То есть, грубо говоря, мы можем связать кучу, вот я сейчас вам показывал первые страницы на КТОР, да, но на самом деле тут возможностей, смотрите, очень много. Здесь я вижу Spring, фреймворк, статические веб-сайты. В общем, грубо говоря, мы же можем установить абсолютно любую платформу. и то, что я показывал, сейчас, секунду, ладно. Что же я хотел еще сказать? В принципе, я думаю, после моего рассказа вы обратите внимание на Котлин. Теперь коротко еще, я уже могу все закрыть, коротко еще, как я рекомендую изучать. Например, если бы мы взяли изучение Java, да, ребят, Java на самом деле не очень сложный язык, но не очень сложный, если соблюсти определенные условия. То есть, если новичок берет, загорается в Java, начинает учить, как правило, процентов 80 бросает. Почему? Потому что это объектно ориентированный язык, и изучать его первым было бы не очень правильно. По сути дела, Java тогда легко доходит, когда вы четко имеете представление об объектно ориентированном программировании. Я предлагаю немножко другой путь. Начинайте с Python. Начинайте с Python. Python, он прост, при этом он мощен. В умелых руках это мощнейший язык. Возьмите Instagram, ведь каждый знает Instagram, правильно? Instagram. А вы знаете, что серверная часть Instagram'а написана Django, то есть это Python, тоже показатель, весь мир. Когда вы изучите Python, изучите Django, начнете понимать довольно хорошо серверную часть. Python вам даст, а здесь тем более на этом сайте Python понимают дети 6 лет даже. И когда вы изучите уже Python я всегда говорю ребята учите два языка. Я много материалов по этому сделал. Вы можете будет ссылка вы можете вдохновляющие примеры ребят посмотреть. Есть люди вот я говорил расскажу о Сергее Асачеве. Он пишет на двух языках. Это на тот момент человек был в школе всего полгода и начал писать на двух языках. Потом он в конце концов написал в группу вот свои ощущения. То есть и смысл заключается в том я хочу сказать что сейчас соображу. Значит ребята многие думают так что ой изучать два языка это сложно. На самом деле это большая ошибка. У вас будет период при изучении двух языков когда у вас будет как бы путаница. Я просто почему историю Сергея разместил. Потому что я проходил весь этот путь. Несколько месяцев все было как в тумане. Единственное что я чувствовал это только что у меня тон информации с которой я не понимаю что мне делать. Я вымытан меня вырубает за компом руки начали опускаться. Сомнения навалились нормально. Я думал что ничего не понимаю но это только мне казалось. На самом деле я все понимал просто еще не открыла вся картина. Но картина открылась. Сам до конца не осознавая я увидел что у меня нет разницы писать на Python или на Kotlin. Разница есть но я понимаю считываю. Сейчас я могу сказать что изучение двух языков круче чем один. Теперь переключиться с одного на другое это практически то же самое что писать на одном. Но это вот понимаете вот эти ощущения надо пережить. И если вы будете просто следовать советам изучать два языка то перед вами откроется весь мир языков. То есть понимаете не два языка. Просто когда вы изучаете язык динамической типизации статической у вас идет очень сильное сравнение. Вы начинаете глубоко понимать вообще языки. И по сути дела взяв любой язык третий вы его легко очень уже просто на как сказать на лету изучаете. Это и есть секрет. Второй момент. Первый я сказал начинайте с Пайтон. Второй момент. Если вы обратите внимание на Котлин на Котлин то здесь немножко другой стиль обучения. Здесь по сути дела я так и делал. Вы идете 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 по урокам а я постоянно дописываете курсы и по сути дела даже вы проходите довольно много курсов 22 курсу и здесь вы меня в 23 курсе осмы услышите да ребята я говорю в 22 курсу у вас должно быть ощущение что вы вроде понимаете но писать не можете и я говорю ребята это нормальное ощущение как увидите с 23 курса у нас идет переосмысление уже мы начинаем настолько осознанно изучать язык в чем секрет секрет был в том что мы 22 курса постарались затронуть весь язык чтобы нам было знакомо вот так пишется класс вот так пишется это вот так пишется то но самое главное что я хотел от вас добиться чтобы вы все делали в пределах функций потому что функция это рабочая лошадка и когда мы допустим изучаем тип данных но вбиваем его функцию мы и функцию учимся писать и учимся писать действительно рабочий код и многое другое так вот когда я показывал вот эти возможности они действительно безграничны но в начале всего ребята лежит что абсолютно верно в начале всего лежит первое что надо сделать это вообще выучить сам язык котлинг а потом уже можно двигаться по всем возможностям делать сайты сервисы и так далее и так далее поэтому первый но еще раз повторяю я говорю что вот сделайте и не ошибетесь потому что есть люди которые начали писать на двух языках через полгода я вам говорю ребята очень классная вещь а очень классная вещь заключается в том сначала начните с пайтом вы точно не оставите программирование вы точно будете писать программы как только дойдете до функции в пайтом тогда подключайте котлин именно до функции дошли и начинаем включать котлин свое обучение поняли да то есть у нас начинается изучение двух языков я много про это говорил вы найдете на сайтах ну например даже прочитаете в этих статьях вот сейчас я говорил что вот да вдохновляющие примеры ребят я там объяснял почему вот эти примеры да три примера здесь их больше ну просто такие яркие очень почитайте почему я говорил о двух языках тут очень много видео будет у вас 3 часа очень много ссылок и так далее и так далее но по крайней мере может долго может я не готовил урок специально я просто хотел как бы показать вам что вы я вас хочу направить на очень интересный путь понимаете когда вы берете язык программирования python python да python как удобно python называйте и вас поймут то по сути дела вы получаете доступ к веб рынку и на python можно сделать все что угодно это палочка выручалочка когда вы подключаете котлин котлин как не крутите ребята когда вы будете изучать python мы много времени отдаем объектно-ориентированное программирование то есть вы себе в python будете понимать уже такое объектно-ориентированное программирование поэтому в котлин вы войдете довольно просто да и а где котлин там и java ну вот с таким подходом изучать java после котлин да где-то там он вам не обязателен но где-то надо будет использовать вам самому интересно вы просто начнете java понимать почему потому что мы ведь когда хотя я рассматриваю в школе здесь котлин если все книги написаны сейчас объясню это очень важный момент если все книги написаны каким образом по котлину везде идет сравнение с java а я начал курсы представил что человек вообще ни одного языка не знает но при этом все-таки подумал что человек в школе изучает python и приходит котлин да будет проще то есть я не сравниваю здесь в этих курсах с java потому что если взять новичка который не знает java да если взять вообще новичка и сравнивать ему с java то ему будет тяжело согласитесь поэтому понятно что разработчики котлин писали все книги для армии java и многие java программисты толпами сегодня переходят почему потому что никому не хочется писать кучу кода да в котлин все коротко но я делал курс для человека который вообще ни одного языка не знает то есть я не отталкиваюсь от java я больше сравниваю где-то с python где-то с самим собой а где-то показываю уже а вот java вот так да и вам все равно будет интерес и вы будете понимать и java со временем и как ни крутите вы выходите на очень крутую тройку языков python котлин java и это тройка языков дает возможность вообще само собой здесь мы добавляем еще однозначно gc в котлин полностью интегрирован gc да тот же java script он нужен везде какой бы вы язык не изучали мы уже не язык а добавляем протокол json передачи да для передачи как мы говорили допустим через api между android приложением и сайтом мы передаем через rest да то есть rest посредством протокола json да это очень простой протокол мы передаем данные да и они считывают то есть по сути дела такие вещи ну там дальше html hss я это уже не упоминаю это понятно это будет как ни крути но по сути дела вы выполняете абсолютно любые задачи и это круто вы становитесь действительно программистом а еще потому что иногда задают вопрос но когда объясняю вопросы отпадают ой длинное видео но это надо рассказать а рассказать следующее вот то что я нарисовал да то что я нарисовал все это можно сделать и в python все это можно сделать и в kotlin но все таки android приложение должно быть написано ребята как ни крутите на языке со статической типизацией это однозначно потому что для android приложение скорость и вес имеет огромное значение и kotlin дает эту возможность при этом если вы захотите вы можете серверную часть написать на python а android приложение написать на kotlin в общем ссылки в описании видео моя задача было просто рассказать что вы просто порылись порылись и посмотрели что kotlin то намного шире и возможности растут и еще даже не было сегодня kotlin поддерживает джет брайан сегодня kotlin поддерживает гугл объявил о поддержке почему потому что он включил в android studio и помните то есть изучая kotlin изучая kotlin вы понимаете что это долговременное вложение потому что он будет он привязан к платформе будет развиваться а ведь именно этого боятся иногда люди задают вопрос а какой язык изучать это нормальный вопрос новичка и я все-таки сейчас вот это скажу что хочу сказать хотя уже устал после дня и записал так на автомате это видео понимаете когда я работаю с языками с 2009 года и как новичок задает вопрос а какой язык изучать давайте коротко писать какой язык какой язык да это вопрос уже неправильный ну какой язык изучать ответов будет море вы из моря информации какой язык изучать вы не сможете определить а надо ли вам а что можно написать на языке это тоже вопрос ребята неверный ну например большинство людей вам скажут примерно следующее что для определенных вещей определенный язык отчасти они будут правы но отчасти потому что ситуация меняется я вам показал что с появлением котлин мы если взять современное приложение мы смогли создать веб-сайт android rest то есть api подключить блокчейн то есть все что требует сегодняшнее время все мы в пределах языка может быть правильно вопрос задать вот когда уже лет 7 я занимался программированием рынок ребята вы для себя задайте простой вопрос а в каком сегменте вы хотите развиваться скорее всего их всего несколько но основной сегмент это либо веб да веб второй мобильные приложения так вот python вам перекрывает весь веб в python можно я не брал сейчас графические программы потому что в python можно подключить библиотеку например вылетел из головы но получать скорость плюсов а котлин вот что для вас важно он для вас дает мобильный рынок мобильный рынок ну плюс к тому я показал что можно делать instagram можно делать res то есть он вам дает рынок просто вы уже сможете если у вас основной веб-сайт вы можете делать его тоже на котлин захотите делайте на python но если у вас основное android приложение да на котлин на котлин дальше вы уже думаете ага я сделаю веб-сайт там буду хранить то-то 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 через res соединю то есть тут тоже куча путей но вот эта тройка языков python котлин java ну понятно я уже это не включаю потому что jc res json это ну какой бы вы язык не изучали вам все равно это понадобится да но вот эта тройка языков вам дает преимущества какие я уже говорил но если изучать в таком порядке сначала python как я говорил дошли до фунта и подключаете котлин вы вы все равно придете к java вы будете писать на котлин это скорость того же java java вы будете использовать если допустим вам надо ваше мобильное андроид приложение превратить в приложение ios тогда вы будете использовать некую библиотеку java для превращения вашего андроид приложения в приложение ios остальное все будете писать на котлин но вопрос в том что вы будете действительно настоящим разработчиком понимаете и этот путь легко пройти именно в таком порядке все спасибо в описании видео ссылки в описании Продолжение следует...